всех приветствую дорогие друзья в нашем нашей второй серии нового сезона эры перемен финансов напомню что наш новый сезон я целиком посвящаю людям которые на бирже напрямую не торгуют но так или иначе принимают финансовые решения ну а тем кто на бирже торгует будет это интересно поскольку я все равно буду давать какие-то направления по рынку и для вас это будет ценно делать это буду за чашкой хорошего чая и вам того же советую наливайте чайку и обсуждать мы сегодня с вами будем рубль интересен он совершенно всем русскоговорящим а только такие меня и смотрят и поэтому мы с вами сегодня начнем с самого интересного эльвира сабхезадовна начала закупать валюту причем очень большими объемами и темпами что удерживает доллар от дальнейшего падения к рублю и это было сделано не случайно поскольку ребята к чему-то явно готовятся а я же говорил а я же говорил что сначала 62 мы дойдем до 84 а с 84 мы спустимся к 70 после чего мы увидим обновления хаев и хаити будут выше уровня 90 о чем есть лежит мой ролик посмотрите пожалуйста его он прямо на центральной странице моего канала этот ролик так и называется доллар по 110 его доллар по 110 это в несколько волн мы дойдем за несколько лет меня все время задают вопрос а когда друзья я не господь бог чтобы уметь в техническом анализе фигурами долгосрочного тренда уметь предсказывать сроки это не может никто почему потому что зависит это от конъюнктуру рынка от каких-то прошу прощения за мои маты до финансов это зависит от каких-то вещей которые связаны напрямую с ситуацией в данный момент например каких-нибудь политических решений например каких-нибудь политических напряженностей в общем от всего того что предсказать практически невозможно вот я николаев кстати говоря к вам в кадр рвется давайте мы эксперта пригласим мы давно уже этого не делали за это время булочка выросла неимоверно и стала размером своего хозяина вот весит около 20 уже скоро килограмм что говорят для француза очень крупный но не знаю я этому только рад йода николаевич мы с тобой сегодня будем наверное в таком режиме твоего цоканье до на заднем фоне вот мы поскольку уже бодрствует и бодрствующего никуда не девать и вот ты как сам только dot вчера купил до купил только dot морда через швейцарский фонд а dot так вот тикер почему потому что дошли до уровней которые предсказывали теперь мух иди работа и теперь нам уже конечно было бы не с руки отказаться от такой покупки короче говоря мы на сегодняшний день подошли к той точке когда к нижней грани 70 которая была предсказана еще полтора два даже года назад и именно поэтому мы сейчас находимся в той точке где валюту разумнее подбирать теперь люди простые которые смотрят для них наверно главный вопрос не то что когда покупать зачем покупать ведь его себе как на самом деле как я понял не так много людей сдает ну давайте посмотрим у вас есть рубли которые лежат под подушкой и вы их не расходуете на черный день держите рубль или доллар доллар наличка наличка или банк в зависимости от цели но если накопление наличка на какой срок примерно два года чем будет вызвано падение рубля к доллару сто процентов я практически убежден это в мировой финансовый кризис кризис уже был в двадцатом году скажете а вот и нет смотрите мои прошлые ролики кризиса не было была техническая коррекция вызвана новостным фоном а что сейчас происходит идет ли сейчас кризис который уже влияет на валюту кризис идет влияет ли он на валюту на сегодняшний момент влияет но в сторону падения доллара а когда же произойдет разворот по доллару а он уже произошел для тех людей которые следят и с финансами уже на ты те кто прошел курс который я веду или ведет и кстати говоря сегодня практическое занятие не пропустите 8 часов вечера не призываю тех кто не прошел теорию потому что на практике вы ничего не поймете так вот подтверждает мне эксперт между прочим так вот на сегодняшний день получается что мы уже в точке роста доллара и мы уже в точке когда ставки доходность вообще по американским облигациям длинном она уже начинает расти лой мы конечно уже пробили но на сегодняшний момент эти вещи начинают разворачиваться происходит достаточно медленно и вот в момент таких разворотов друзья как всегда происходит следующее коррекция потом резкий всплеск мощный всплеск выход денег в рынок после чего начинается глобальный обвал на что я надеюсь я надеюсь на то что на сегодняшний момент коррекция развивающиеся в золоте коррекция кстати говоря очень хорошо нами предсказано не зря мы по 1900 разгружались с вами о чем у нас с вами сохранились все записи так вот коррекция в промышленных металлах тогда ли она сейчас продолжится после кончания небольшой этой коррекции скорее всего рынке в рынке снова хлынет деньги и будет это достаточно быстро и такое знаете откуп такой был как в марте двадцатого года после чего после чего случится то что случится на сегодняшний момент я ожидаю что коррекция которую я ожидаю и рост соответственно доллара произойдет в ближайшие два месяца два-три месяца хоть за сроки я никогда и не готов держать паре но тем не менее видя просто где сейчас находится индекс доллара где находится нефти где находится российский рынок ртс наш индекс на где находится американский индекс я уже считаю что он развернулся мы можем уже рассуждать о том что прямо сегодня прямо сейчас мы уже идем мы уже на пути к 90 и выше я имею ввиду рублей за доллар так вот если как бы перефразирует все то о чем я сейчас вам сказал то к чему бы наверно стоило готовиться людям которые копят именно деньги ну конечно же девальвации причем девальвация российской валюты происходит такими интересными сначала ползучими темпами а потом резким взлетом цены курса американской или другой валюты и уже после этого какая-то коррекция но продолжение ее долгосрочной девальвации это из модели российской экономики читается но также это читается и из графика который все в общем-то отражает на сегодняшний день если меня спросили люди в чем держать деньги от у меня десять тысяч американских зеленых денег не стоит ли их разбить на допустим евро фунт или франк я сказал бы что наверное суммы которые вы можете потратить за один раз нет смысла разбивать на десяток валюта валюта даже если для вас это сумма значимая это не значит что она значимая в покупательской своей способности поэтому делать такие диверсификации на такой портфель наверно логики никакой нету но какой же валюте предпочтение сейчас отдать сейчас конечно же доллар то есть ближайшие какие-то несколько месяцев а возможно и год-полтора пока будет идти вот это вот рецессионная волна падения на рынках наверное было бы логичнее вам держать такую валюту именно в долларе что в общем-то делаю и я вы скажете ты не живешь в рублевой зоне тебе рубли вообще не нужны мне нужны рубли но когда я увижу что доллар индекс доллара подойдет до моих прогнозных отметок а я об этом всем своим патреоновцам каждое утро практически напоминаю где я жду и так далее так вот вот там я буду перекладываться именно из доллара в акции долларовые либо акции других развитых стран например фунтовая зона или там евро зона или зона может быть швейцарии в швейцарии там это отдельно скажем так подразделение банк швейцарии так далее то есть получается что на сегодняшний момент для меня вот приоритеты такие когда когда доллар по 108 я уже думаю ответил это в течение следующих двух-трех лет мы это обязательно увидим стоит ли там бежать в банк за кредитом для того чтобы потом купить эти доллары и ждать когда он вырастет нет не стоит сожрет у вас все процесс ожидания то есть банковский процент он у вас сожрет всю вашу будущую прибыль ну и в принципе это достаточно нервный процесс как любая спекуляция стоит ли а вот я хочу поспекулировать мне вот я верю что твой прогноз верен и так далее в этом случае наверное проще было бы завести брокерский счет открыть несколько взять несколько фьючерсов на покупку этого доллара с плечом если уж ты хочешь взять в долг и рискнуть своим небольшим капиталом и посидеть ну допустим квартал перекладывая каждый раз экспирации фьючерсов в будущую либо взять дальний какой-нибудь фьючерс там через квартал и просто посидеть и если мы с тобой правы то ты заработаешь если нет то скорее всего ты останешься плюс-минус при своих постал бы я ставить сейчас свои рубли если бы они у меня были на то что доллар вырастет да безусловно стал бы я брать плечо однозначно нет то есть этого бы я делать не стал в следующей программе мы с вами поговорим по золоту отдельно большая тема почему я золото сейчас не покупаю и когда я буду его покупать почему я буду покупать золото почему я буду входить в золото одновременно с покупкой крупных пакетов акций которые уже сейчас у меня готовы я открыл кстати говоря еще один брокерский счет в сакса банки сейчас домогаюсь у них взять свой договор и начать собственно работать кстати говоря почему для тех кто трейдингом занимается потому что можно привязать напрямую брокерский счет к своему аккаунту в трейдинг вью то есть и прямо из трейдинг вью торговать команды дублируются очень удобно в общем друзья со всеми на связи я очень рад если вам ролик зашел я очень рад если он оказался полезным и все вопросы во первых ссылочки под роликом описание там обучение куб инвесторов вот все что финансов касается вот и к тому же у нас с вами есть ежеутренний наш контакт это патреон личка работает все как всегда со всеми на связи и пока субтитры